Кафе в Китае, в которых работают питомцы Введение запрета на выступления питомцев в цирках Благотворительный проект StreamMur Робот, который может заменить четвероногого друга Собака, покорившая пирамиду Хеопса Привет, друзья! Сейчас поделюсь с вами самыми интересными новостями из мира питомцев Меня зовут Алена, и мы начинаем! Начнем с новости из Китая Там начали открываться необычные кафе, в которые можно устроить на работу своего пушистого друга Идея таких кафе проста Посетители могут не только перекусить, но и поиграть с пушистиками А питомцы получают за это процент от выручки и считаются полноправными работниками Интересно, как же они подбирают пушистых сотрудников на работу? Есть ли особые требования, например, образование или опыт работы? И предлагают ли работодатели отпуск и ДМС? Кстати, оплата за работу пушистых сотрудников может быть разной Некоторые кафе предлагают в виде угощений, а другие деньгами или скидками Интересно, а если квадробер устроится на работу, он будет работать как питомец или человек? Как вы относитесь к такому формату работы? Делитесь своими мнениями в комментариях Друзья, часто ли вы посещаете цирк? В ноябре в Государственной Думе состоится обсуждение законопроекта, который предлагает запретить выступления животных в цирках По мнению авторов законопроекта, заведения не всегда выполняют обязанности в части правильного содержания животных И поэтому их следует передать в реабилитационные центры и приюты Однако депутат Государственной Думы Владимир Бурматов отмечает, что сегодня животные, которые когда-то работали в цирках, получают достойный уход и содержание Он также подчеркивает, что цирки стали лицензированным видом деятельности и поэтому лицензии могут быть отозваны в случае нарушений В настоящее время действует запрет на деятельность передвижных цирков И любой глава муниципалитета может запретить представления с использованием животных Однако есть и города, где люди активно покупают билеты на такие представления Нам остается следить за тем, какое же решение примут депутаты Надеемся, что решение будет принято в сторону питомцев, ведь они всегда должны оставаться в безопасности Перейдем к новости, которая точно не оставит вас равнодушными ВК и фонд Ника запустили благотворительный стриммур для поддержки бездомных животных Напомню, что фонд Ника одна из самых крупных организаций, которая помогает питомцам в России А благодаря стриммур каждый неравнодушный сможет помочь пушистикам В сообществе проекта идет трансляция, где в прямом эфире можно понаблюдать за четвероногими Каждый день эти пушистые создания усердно спят, едят и играют Их цель — собрать пожертвования для своих котоколлег А если вы хотите помочь этим милым созданиям, то просто зайдите на сайт стриммур Или поддержите их в социальных сетях до 16 ноября Давайте вместе сделаем мир четвероногих друзей счастливее Следующая новость покажется удивительной для многих Азиатская компания разработала новинку — робота-питомца по имени Мофлин Игрушка выглядит как нечто среднее между хомяком и триблом из «Звездного пути» Он реагирует на прикосновения и голос владельца, с которым чаще всего взаимодействуют И отвечает ему уникальными звуками и движениями В нем также есть функции на основе искусственного интеллекта, которые позволяют развивать чувства и даже личность При регулярном взаимодействии Мофлин становится счастливым, уверенным в себе и спокойным Если его игнорировать, он может испытать стресс, тревогу и грусть Чтобы больше усилить иллюзию того, что робот — живое существо, в комплект входит небольшая кровать, на которой игрушка спит во время зарядки По словам разработчиков, робот предназначен для того, чтобы улучшить психическое здоровье человека Да уж, азиатский рынок славится странными изобретениями, которые сложно вообразить, пока не увидишь Друзья, согласитесь, что никакой робот не заменит любви и ласки, которую дарят нам наши питомцы А чтобы помочь пушистому другу стать счастливее, выбирайте проверенные игрушки и амуницию от мистера Кранч Благодаря аксессуарам эмоционально-интеллектуальное развитие питомцев всегда будет оставаться на должном уровне Друзья, а у нас снова для вас захватывающее видео В Египте на вершине крупнейшей пирамиды Хеопса была обнаружена собака Как она туда попала, остается загадкой На кадрах можно увидеть, как собака резвится и лает на птиц, находясь на самой вершине пирамиды Это поистине невероятно Напомню, что высота пирамиды составляет 138 метров, что примерно соответствует высоте 30-этажного дома Поэтому представьте себе, на какой высоте бегает собака И судя по тому, как она ловко спускается с пирамиды, кажется, что она делает это уже не в первый раз Получается, собака неоднократно нарушала закон Ведь подниматься на пирамиду Хеопса строго запрещено На этом у нас все А если вы хотите узнать больше новостей из мира питомцев, то скачивайте мобильное приложение Хвост Ньюс До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok